Дорогие братья! Всех сердечно приветствую! Я представлюсь, так сказал Николай Степанович, что представлялись, хотя думаю, что меня все знают. Меня зовут Павел Ситковский, я из Харьковской области, маленький городок Мерефа, рядом с Харьковым. Но здесь у вас эта поездка была запланирована еще полгода назад. Очень хотели, желали встретить родных, друзей, близких, которых любим, чтобы сказать слово утешения, помолиться вместе. И когда эта поездка была запланирована, братья из Америки, вот они не представились, я скажу о них, Петр Бальжик предложил и пожелал даже, хочу поехать вместе. О переживаниях в Украине и о вас, рассеянных, молятся во всех регионах. И в Америке, и в России, и в Украине, и в Германии. А братья, группа Петра, говорят, а можно мы поедем? Мы за свой счет поедем. Я говорю, если за свой счет, можно. И они с работами решили вопрос, за свои деньги билет купили. И мы сегодня уже 18-е служение в Германии участвуем. Еще два служения завтра будет, и потом они уже улетят в Америку, а я домой к себе в Харьков. Ну, так немножечко о себе. Но вместо Писания я прочту, потом скажу тему своей проповеди. Послание к Кефесянам, 3 глава, с 3 по 5 стихи. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко. Но вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым». Пока до этого места я потом выборочно еще буду прочитывать с этого же послания. Дорогие братья, я назвал свою проповедь, ну, два названия. Долго колебался, на каком названии утвердиться, так и не определился, поэтому озвучу два названия. Первое название – «Тайна Христова». А второе название – «Церковь Иисуса Христа». Потому что под словом «тайна», если мы читаем контекст, там видно, что идет речь о созидании или о приобретении церкви. И этот процесс или эту работу называет апостол Павел «тайна Христова». Ну, немножечко о тайнах. Во все века были дела, которые совершались в тайне. Ну, наверное, иначе и нельзя. Ну, я приведу два примера. Одна – свадебная тайна, а другая – военная тайна. Во всех серьезных делах бывают тайны. И даже у Господа Бога есть свои тайны. Нет, не только у Бога. Ну, и у сил тьмы тоже. Мы читаем в Библии вот о Христе. И, быстро хотел сказать, послание. Тайна. У Бога есть тайны. У Богочестия есть тайны. Ну, и читаем «тайна беззакония». То есть, нередко применяются тайны. Ну, и это естественно. Из своей юности, даже еще не юности, а из подросткового возраста, я помню одно событие, которое произошло в той области, где я раньше жил. Два молодых братика, они очень дружили между собой, еще с подросткового возраста. Когда уже стали подрастать, им по 16, по 17 лет было. Ну, все понимали, что когда-то будут семьи создавать. И они договорились. Вот мы всю юность с тобой дружили, в подростковом возрасте хорошо дружили. Давай договоримся, что между нами никогда не будет тайны. И когда кто-нибудь из нас задумает жениться, чтобы первый, кто об этом узнал, это друг. То есть, я или ты. Ну, кто вперед начнет жениться, открыть. И вот они по своей неопытности так дали обещание друг другу, что тайны у нас не будет. Ну, прошло время, один из них надумал жениться. Он еще невесте не делал предложения. И даже еще родителям своим не сказал. Но с другом поделился. Ты помнишь наш договор? Ну, да, помню. Вот я решил сохранить верность договору и открыть тебе тайну. Я решил жениться. Мне очень понравилась такая-то такая сестра, называет ее. И хочу завтра сделать ей предложение. Друг вскривился. Говорит, я думаю, у тебя не очень удачный выбор. Не спеши. Обдумай все лучше. Но так как они хорошими друзьями были, он смог повлиять на него. И он чуть-чуть замедлил. Несколько дней замедлил. Но потом все-таки утвердился. И решил, что после вечернего собрания воскресного я поеду к ней домой и сделаю предложение. И к своему ужасу увидел, что на вечернем собрании его друг с этой девушкой объявились. Конечно, это было некрасиво. Это плохо было. Но вот открыв тайну, даже на судьбу повлияло. Он в нее влюбился, но уже жениться не смог. Потому что друг поступил с ним плохо. Вот тебе и тайна. Ну, а о военной тайне из библейский пример, когда началась война между Израилем и Сирией во время жизни пророка Елисея. И вот в любой войне есть тайны свои. И у царя Сирийского своими военачальниками была стратегия, которая должна была оставаться в тайне. И вот они спланировали, что они понимали же приблизительно ход и как будут развиваться военные события. И тогда, понимая эту стратегию, они запланировали, что некоторые отряды залягут на такой-то дороге. И когда войска иудейские пройдут, израильские, то их встретят сирияне с одной стороны, и эти засады выйдут, и они окажутся в окружении. Как современным словом в Украине теперь создать котел. Но это уже совсем современным словом. И когда они все сделали, засели эти отряды, а израильтяне той дорогой не пошли. Они просчитались. И второй раз получилось так, и третий раз. Тогда царь строго спрашивает, кто выносит наши тайны. Потому что по всем расчетам так должно было быть. Оно все по-другому. Тогда ему сказали, царь, никто из нас нету предателя. В Израиле есть пророк Елисей, и Бог ему открывает все твои тайны. И тогда он понял, до тех пор, пока мы не сможем хранить тайны, победы совершить невозможно. Вот такое влияние, такое значение имеют тайны в жизни людей. Но мы находим послание к ефесянам, что не только в жизни людей, но и у Бога есть тайны. И притом, значит, еще чуть дальше тебе прочту 9-10 стихи. Ну, еще 5-й напомню. «Тайна, которая не была возвещена прежним сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолам его». Вот сам оборот, который Павел здесь применил, не была открыта прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта апостолам. Мы находим в пророческих словах, что есть какое-то откровение о церкви. Но больше намеком. А так как апостолам открыто, прежним поколением сынов человеческим не было открыто. То есть апостолам полностью открыто о цели, о важности создать церковь Христову. А прежнее поколение, они что-то знали, но абсолютно не так, как уже апостолам. И 9-10 стихи. «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне саделась известную через церковь, начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божия». Вот эти стихи открывают, что идет речь о церкви. Слово «тайна». И здесь вот, рассуждая о церкви, в 9 стихе мы читаем «от вечности в Боге». «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге». Значит, в самом Боге хранилась эта тайна от вечности. Но я это так понимаю. Как Бог вечен, так и этот замысел в Боге был вечно. Замысел о создании церкви. Вы знаете, мне, ну, мне, по моему мышлению, мне кажется, что мне легче понять, что, значит, Бог не имеет конца. Ну, и мы тоже вечные личности. Мы когда-то родились, но конца не будет никогда. Мы будем вечно жить. А вот, что значит, Бог никогда начала не имел, мне труднее понять. Ну, я же понимаю, что я сильно ограниченный, моё мышление. Ну, вот труднее. Мне так кажется, что это труднее понять. Ну, верой принимаю, так написано, что Бог никогда начала не имел. Он вечен. Ни начала, ни конца. И вот как Бог вечен, так и замысел о создании церкви в нём всегда был. А зачем? А зачем Христу церковь? Иногда нас на благовестии люди спрашивают. Бог, когда творил людей, знал, что они согрешат? Знали, что они поднимут бунт против Творца своего? Грешить начнут? Ну, конечно, мы отвечаем, что Бог всё знал. Да, Бог знал. Зачем тогда Он сотворил? А потому что у Него цель была, которую нужно обязательно осуществить. И Иисусу Христу нужна церковь. И для того, чтобы понять, нам хоть чуть-чуть понять, не было бы это истина, Бог так сделал. Сначала Адам создал, Адама создал. Потом, когда Адам помучился от одиночества, и Бог, видя его мучения, выразил такой короткой фразой «Нехорошо человеку быть одному». Бог всё хорошо создал, и вдруг есть то, что нехорошо. А Бог знал, что ему будет нехорошо одному. Мог бы Бог в один день создать и Адама, и Еву, и сразу было бы хорошо. Конечно, мог бы. Но это был замысел у Бога, чтобы Адам пережил и это состояние, о котором Бог сказал «нехорошо», а потом создал Еву. И в каждом поколении, и каждому человеку Бог это даёт пережить, осмыслить. Ну, когда мы вырастая, появляются мысли семью создать. А зачем семья? У тебя же всё устроено, родительский дом, отношения хорошие в семье, братья и сестёр своими нет. Всё равно нужна невеста, нужна жена. И вот для того, чтобы нам хоть чуть-чуть это понятнее было, Бог именно так создаёт семьи, чтобы человек потасковал, попереживал, а потом семью создал. И потом есть с чем сравнить. Конечно, есть люди, это по нашей греховности, когда люди жалеют, что женился. Это потому, что не по-божьему строить семью. А в целом семейная жизнь – это прелесть, это наслаждение, это радость. И вот сравнить потом с холостяцкой жизнью – ой, никакого сравнения. Хоть и трудностей больше, но семейная, если семья строится по Божьему плану, это прелесть. Это для того, чтобы мы хоть чуть-чуть поняли Иисуса Христа. Ему нужна церковь. И вот Господь, созидая церковь, Он создает личности, то есть людей, не роботов, которые, пользуясь своей свободной волей, своим разумом, выберут на сторону Бога, встать. Из таких людей Бог их возрождает, спасает, а спасенных прилагает к церкви. Так созидается церковь Иисуса Христа. Вот один штрих такой хочу подчеркнуть. В 53 главе пророка Исаии 11 стихом сказано, что Иисус Христос на подвиг души своей будет смотреть с довольством. Кальвинисты используют эту фразу в своих целях и их рассуждение, их логика приблизительно такая. Если бы Бог планировал всех людей спасти, но у Него не получилось. Мы же читаем в Писании, что будет озеро Огненное, и кто не был записан в книгу жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Сколько там будет людей? Больше или меньше отчасти, но сам факт, что будут такие. И вот если человек задумал построить трехэтажный дом, а его денег и сил хватило только на один этаж, два этажа и крыши он не смог сделать, он довольный будет или нет? Ну, конечно, правильный ответ, он не будет доволен. И если Бог хотел, чтобы все спаслись, а не все спаслись, как быть довольным? Следовательно, делают вывод они, что Бог и не планировал всех спасать. Он одних создал для озера Огненного, а других создал для вечной жизни. Если создал для вечной жизни, они и будут спасены. А если создал для озера Огненного, ничего не поменяешь, будешь в озере Огненном. Это одна из догм кальвинизм. И вот так они говорят, если написано, что он будет с довольством смотреть, значит, он так и запланировал. Я думаю, их ошибка вот в чем. Они или умышленно упускают, или неумышленно. А какую цель перед собой поставил Бог, творя людей? Да, он достиг цели, это точно достиг, потому что на подвиг души своей будет смотреть с довольством. А что он запланировал? Церковь создать. И из-за того, что он из сотворенных личностей, которые должны сами определиться, пользуясь своей свободной волей, и нашлись люди дерзкие, которые отвергли благодать Христову и сами себя обрекли на погибель, это не помешало Иисусу Христу создать церковь. И вот если понимать правильную цель любого церковь создать, то тогда и понятно это местописание, что он будет смотреть с довольством. Церковь создал, и не только он будет смотреть, дабы ныне садилась известная через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья. Все небожители, начальство власти, ангелы, архангелы и все небожители увидят премудрость Божью через церковь или в церкви. И он будет смотреть с довольством. Он достиг своей цели. Итак, я несколько стихов еще прочитаю, продолжая рассуждение о церкви. Первая глава, 19-20 стихи. Я хочу обратить внимание, какие сильные слова здесь апостол Павел употребляет. Ни одного слабого слова здесь нет. И как безмерно величие могущества Его в нас верующих под действием державной силы Его. Здесь о силе Божьей он применил несколько сильных слов, подчеркнуть силу Божью. И эта сила действует в нас верующих. А что это за сила такая? 20-й стих нам открывает. Которую, то есть сила эта, он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. Трудно даже представить это могущество, эту силу, которой воскресил Бог Христа из мертвых. В истории мы находим людей сильных, волевых, умных, очень способных. История помнит таких, ну, как Александр Македонский, он жил до нашей эры, до сих пор история его знает. Это сильные люди. Но все эти сильные люди могли уничтожать людей тысячами. А воскресить ни один из них не мог. Эта сила превосходнее. И этой силой обладает только Бог. И вот эта сила могущественная, с которой ничто во Вселенной сравниться не может, сила, которой Он воскресил Христа из мертвых, эта же сила ничуть не меньше воздействует в нас, верующих. Вот мы привыкли считать так. Мой сынок покаялся. Да, это нам радость. А вы знаете, за этим какая сила кроется? Сила, которой Он воскресил Христа из мертвых. Если эта сила будет хоть чуть-чуть меньше, возрождение не получится. Или мы говорим, наркоман покаялся, Бог освободил его от пороков. Да, за этим же кроется могущественная сила, которой Он воскресил Христа из мертвых. Это удивительно. Мы даже недооцениваем это. И эта сила действует в нас, верующих. Когда мы уже рассуждаем о нашей практической христианской жизни, ну, нередко можно слышать, когда открывает душу человек, да и когда ты сам делаешь вывод о себе, на то или другое у меня сил не хватило. Это потому, что мы не знаем, какая сила действует в нас. Могущественная сила, как апостол Павел ее в послании филиппийцам назвал, сила воскресения, чтобы познать его и силу воскресения его. Это сила воскресения, могущественная сила в нас, верующих, действует. И если мы это понимаем, то нет места в такой фразе «у меня не хватило силы». Нет, чего-то другого не хватило. Может быть, желания, может быть, твердости, но силы не хватить не может. Эта могущественная сила действует в нас, верующих. Это удивительно. Так Господь осуществляет свои планы. А что это за свои планы? 23 стих мы читаем. Церковь, это последнее слово 22 стиха, церковь, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Что значит тело его, тело Иисуса Христа? Вот мы каждый имеем тело. Я думаю, Господь наше тело создал так, чтобы нам понятней было эта истина. Одна жизнь во всем теле. Кровь питает каждую клетку нашего тела. И головной мозг, и на ногах, и на руках, на всех конечностях. Одна и та же жизнь, одна и та же кровь. Если страдает один член, страдают с ним все члены. Я думаю, что мы все испытывали, когда молотком промажешь по гвоздю и по пальцу ударишь, и аж затылок болит. Вот как воспринимает все тело эту боль? Вот так мы слились в естестве Бога. И удивительно, это даже трудно осмыслить, выразить, моего словарного запаса не хватает. Что значит в естестве Бога слиться? Мы тело Христово. Это один организм, одна жизнь. И только такие места, вот я сейчас процитирую, соединяющиеся с Господом есть один дух с Господом. Есть возможность соединиться, слиться в божестве. Ни один ангел, ни один архангел такого возможности не имеет. А мы церковь Христова, тело Его. А дальше фраза, на мой взгляд, еще сильнее. Церковь, которая есть полнота, наполняющая все во всем. Вот первая мысль такая, как будто бы Бог без церкви полноты не имеет. Ну, даже страшно говорить это, ну, мы знаем, что Бог всемогущий, Бог самодостаточный, да? Ну, а что бы означает это слово? Полнота, наполняющая все во всем. Наполняющий все во всем это одно из имен Бога. Здесь идет речь о Боге. У Бога много имен. И люди, которые утверждают, что у Него только одно имя, они сильно себя ограничили в познании Бога. Каждое имя Бога открывает какую-то сторону Его божественной сущности. И вот это имя полнота наполняющего все во всем говорит о том, что Бог настолько велик, вот Вселенная, она не имеет границ. Это тоже наш разум человеческий понять не может. И во Вселенной все Бог собой наполняет. Однажды у нас в Харьковской области шло евангелизационное собрание на улице люди собрались слушали и проповедник выбрал тему о что Бог вездесущий везде Бог есть. Ну как бы на уровне неверующих он это объяснял один человек чуть-чуть выпивший ну и дать насмешник. Говорит проповедник у меня вопрос есть пожалуйста задай я правильно тебя понял что Бог все собой наполняет правильно тогда у меня вопрос такой а у помойной ямы тоже Бог есть ну проповедник Нилой Камшит сообразил сразу и говорит если ты несчастный грешник упадешь в помойную яму он и туда спустится чтобы тебе помочь и он замолчал он на самом деле собой наполняет все это говорит о величии Бога и вдруг церковь полнота вот такого великого Бога полнота наполняющего все во всем как это уразуметь ну я думаю что приблизительно так как вот человек молодой он полон сил очень умный развитый хороший музыкант успешный предприниматель материально обеспечивает хорошо на высоте хорошо поет хорошо проповедует хорошо молится но ему так же нехорошо без жены как и Адаму было нехорошо вот так точно Иисус Христос он дал помучиться Адаму чтобы его было понятно Иисуса Христа чего кажется ему не хватает в божественной троице прекрасное духовное общение отец сын и дух святой а Христу церковь нужна ну как это понять братья сёстры то есть братья дорогие я ищу просто свои рассуждения об этом вот условно говоря две вечности до нашего времени я показываю на микрофон да это наши шесть тысяч лет от Адама до нас ну была же вечность и продолжится вечность и она прерывается нашим временем поэтому я условно называю первая вечность и вторая это условно и вот в первой вечности Бог да ангелы архангелы сотворенные они занимают свое место у них свое служение свое назначение а вот на божество посмотреть отец сын и дух святой а во второй вечности отец сын с церковью и дух святой то есть церковь вольется в естество божества соединяющийся с Господом есть один дух с Господом братья когда об этом рассуждаешь мурашки по делу на какую высоту Господь нас поднял и все создал Иисусом Христом как это величественно ну теперь я прочту 5-6 стих и обращу внимание на три мысли и проповедь свою завершу 5-6 стихи которая не была возвещена это тайна которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих как ныне открыто святым апостолу его и пророкам духом святым чтобы и язычникам быть сонаследниками составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования итак первая моя мысль нет прошу прощения я ее выразил уже первую мысль это вот о том что мы в вечности сольемся в божестве вот здесь какие слова об этом говорят и язычникам быть сонаследниками составляющими одно тело сопричастниками обетования его вот это вот соединение с Господом вторая мысль здесь Павел делает акцент на язычников чтоб и язычникам быть сонаследниками евреям легче было эти истины понимать если бы не касаться язычников они усвоили еще со времен Авраама что они народ особенный и когда они по внешним обстоятельствам теряли это сознание ну допустим за время Бавилонского плена 70 лет в плену и народ израильский потерял это сознание своей особенности то очень много потрудился с неемея кто там священ ездра благодарю вот уже возраст что ли такой ездра очень много потрудился ездра чтобы вернуть народу израильскому это сознание особенности и это важно было они должны встретить мессию они должны храм построить что произошло во время зарававеля ну ездры тоже и теперь много потрудился ездра чтобы вернуть сознание народу израильскому о их особенности но теперь время прошло и теперь эта особенность устраняется и теперь Павел утверждает другую истину это тоже тайна чтоб и язычникам быть сонаследниками дорогие друзья здесь я хочу чтобы мы поняли эту важную истину церковь нам дороже национальных чувств церковь это божий организм в который мы приняты и язычники тоже и теперь Христос сказал нет или Павел сейчас нет ни иудея ни емена и поэтому для нас самое даровое в жизни нашей это Христос и церковь и этим нужно дорожить больше чем какими-то своими особенностями это дороже и вот эта тайна которая открывает нам апостол Павел и последняя мысль в пятом стихе нет шестой стих вот это домостроительство принимаем участие мы с вами Христос нас подключил в деле созидания церкви Христовой я создам церковь сказал Христос и нас подключил и каким средством мы теперь обладаем как мы можем принять участие последние слова шестого стиха ну я прочту весь стих чтобы язычникам быть сонаследниками составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования братья дорогие как мы должны это осмыслить осознать как мы должны всю свою жизнь посвятить нет не рукоположенные благовестники все члены церкви сосредоточить все силы свои на благовествование Бог сегодня совершает это великое строение церкви Христовой которая сольется в Божестве используя нас в то время апостола Павла а теперь каждого из нас потому что церковь устрояется посредством благовествования и поэтому и я хотел бы призвать всех нас братья дорогие не только каждый из нас но как можно больше людей и семью свою и близких своих и друзей своих нужно увлечь этим трудом благовествование посредством этого церковь Христова создается и да благословит Господь нас в этом аминь и да благословит дьяволи и подчеркнули